Дорогие друзья, с вами Школа Бусановского, сайт spb-retout.ru Итак, проходя Django 2, мы с вами прошли абстрактную модель, мультитейбл модель, а в этом 16 курсе мы будем проходить прокси-модели. И разберемся очень подробно с прокси-моделями, так как я вижу, что их вообще мало кто использует, скорее всего из-за боязни, бояться ничего не надо, смысл здесь очень простой. Мы разберем, будем использовать, чтобы было очень понятно, наш любимый Jupiter инструмент, все распишем, будем его использовать в, значит, в пайчарам, поэтому разберетесь. Прокси, с чем у вас ассоциируется прокси? Ну, скорее всего с IP, то есть смена IP, правильно? То же самое, не зря создали модель такую. Грубо говоря, смысл довольно прост. Смысл довольно прост. Ну вот смотрите, прежде чем разбираться, чтобы вы понимали. Мы с вами создали определенную модель и указали по умолчанию выбирать поле D. Грубо говоря, в админке это выглядит следующим образом. По умолчанию, если я добавляю объект, то D, то есть у меня разработчик. Хорошо, когда с админки это создается, это одно. Но ведь мы можем в данном случае создавать и программно. То есть, по сути дела, если мы напишем дополнительный код, и у нас все будет создаваться как менеджер. Но здесь очень простой пример. А ведь этих полей может быть там десятки. И, конечно же, когда нужны более сложные сайты, чтобы при стечении тех или иных условий создавалось нечто другое, вот для этого и существуют прокси-модели. По сути дела, что мы будем делать? Мы с вами допишем определенные менеджеры, и при их использовании у нас будут уже создаваться от другой категории. Это, наверное, самое проще вот так показать. Конечно, в уроке мы разберем все очень-очень подробно, строчка за строчкой перепишем, пока я объяснил просто общий смысл. Ну, хорошо, все получится, не переживайте. Ну, а тех, кто начал только с этого курса, набирайте. Во-первых, в описании видео есть сайт spb-tut.ru, и это школа Жанга, школа Валерия Болсиновского. Спасибо за доверие.